Начало предрождественской суматохи в Польше традиционно приурочено к празднованию дня Свентегу Миколая, который ежегодно отмечается в конце первой недели декабря. В этот день должно было состояться торжественное прибытие Миколая по реке, а также зажжение главной елки к Даньске. Нам, как новеньким, можно даже сказать, как туристам, конечно же было интересно на все это посмотреть, и с наступлением темноты мы заторопились на городскую набережную, где к тому времени уже скопилось большое количество людей. Людей было настолько много, что казалось, сейчас будет что-то грандиозное. Все ждали Свентегу Миколая, а на отдельных участках слышно даже было скандирование. Ожидание затягивалось, а тем временем на мосту показалась красная фигура. Миколай? Неудумевали люди в толпе. Это было очень странно. Толпа ждала кораблика, но Миколай решил перейти ногами. Но ожидание оказалось не напрасным, и спустя 10 минут мы заметили, как вдалеке разводится мост и появляется кораблик. Миколай прибыл без фанфар, ярверка и музыки. На скромном катере, украшенном огоньками, он начал подплывать то к одной стороне реки, то к другой, приветствуя таким образом гаражон. Стало повеселее, но мы, честно говоря, ожидали большего. Водитель катера показал пару трюков с кружением на месте и вскоре направился обратно. А в сердце старого города тем временем готовилось еще одно мероприятие – торжественное зажжение огней на главной елке города. Но перед этим Аня с детьми изгивили желание забраться на праздничный трамвайчик, расположившийся прямо на мосту через реку. Амелию, правда, все это не очень радовало. Там же неподалеку встретили Николая или его двойника, но отвлекать и без того занятого деда не стали и поспешили на его. Изрядно потрепанные столпотворением у елки, мы проголодались и решили заглянуть на ярмарку, что оказалось не самой лучшей идеей, опять же, из-за количества людей и, как следствие, очередей во все домики, где продавали хоть что-нибудь вкусное. Остановились мы у скучающей литовской лавки, взяли на всех глинтвейна и кибинов и в размышлениях стояли и обедали почти студенческим пайком за 100 злотых. Но сама по себе ярмарка, конечно, была неплохая, очень неплохая. Множество сказочных домиков, торгующих подарками и угощениями на любой вкус, разнообразный декор, детская карусель и все это в средневековом антураже старого города. А отдельного внимания заслуживает, конечно, вот этот говорящий. После еды дети чуть повеселели, но в то же время и начали замерзать, поэтому настала пора возвращаться домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова